Народные избранники должны принимать законопроекты, которые будут для людей, а не для олигархов, для бизнесменов и так далее. Раз он избранник народа, он должен помогать народу, решать его насущные проблемы. Для того, чтобы поддерживать справедливость. Продвигать дела народные. Народом нужно заниматься, а не собой. Думать, что нужно для народа. Они должны законы создавать. Чтобы были с народом. Чтобы исполняли именно волю народа. На округе номер один проживает 9846 избирателей. Из них 2512 отдали свой голос за Александра Коршунова. В своей предвыборной программе он обещал законодательного закрепления неприкосновенности пенсии и зарплат бюджетников. Возвращение всех невыплаченных пенсионерам и бюджетникам средств. Принятие долгосрочной программы развития экономики республики. Грамотной бюджетной политики и контроля за расходованием госсредств. Принятие справедливой системы налогообложения и прекращение административного давления на предпринимательскую деятельность. Ликвидации дисбаланса между законодательной и исполнительной властью и монополизма последней. Принятие нормативных актов, направленных на развитие инфраструктуры городов и поселков. Коршунов Александр Викторович. Не знаю кто был, не помню я даже. Коршунов Александр Викторович. Верховного Коршунов по-моему. Знаю, ну как же это там есть Коршунов. Депутатом Коршунов. Нет, я не знаю. Александр Викторович Коршунов. Я не помню, я не знаю. Я забыл фамилию его, с усадой короче. Коршунов был Верховным. От Верховного Совета Коршунов. Коршунов, слушайте, забыл имя, но я его знаю. Александр Кукнака. Как его? Коршунов? Александр Викторович Коршунов родился 2 апреля 1968 года в городе Бельце. В 1985 поступил в Харьковский авиационный институт по специальности инженер-конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры. С 1992 по 1996 годы проходил службу в органах внутренних дел города Бендеры в звании лейтенанта. Депутат Бендерского городского совета народных депутатов 23 и 24 созывов. 12 декабря 2010 года был избран депутатом Верховного Совета 5 созыва. С 2007 года член Республиканской партии обновления. 29 ноября 2015 года избран депутатом Верховного Совета ПМР 6 созыва. Хочется благоустройства двора, детской площадки у нас нет. Заборчик, допустим, поставить, перила к крестнице. Вот это он обещал, сказал, что здесь сделают. Дороги помочь вот здесь вокруг нашего района, чтобы помог решить положительно, чтобы починили. Проблемы есть вот у нас. Вот мы живем в девятом доме, нас с него девять. У нас уже много лет, лет пять, наверное, нет горячей воды в этом доме. Ходит по одним и тем же улицам вместе с нами. Видит нашу небогатую жизнь и проблемы города Бендера изнутри. Не остается безучастным к обращениям граждан и решению насущных вопросов микрорайона и города. Мы говорили с ним на эту тему с Коршевым. Он говорит, покупайте балера. Я уже купил. Улучшить пенсионерам жизнь. Вот самое главное. Чтобы пенсионеры жили в достатках, они работали. Чтобы были с народом. Чтобы исполняли именно волю народа. И больше обращать внимание на молодушие. Очень просим, чтобы нам хоть дороги отремонтировали. Невозможно идти по Ленинградской, по тротуару в сторону универсал, магазин. Там ни с коляской, ни пешком невозможно идти. Это депутаты, знаете, этого на себя славу, не нам. То, что они обещали. Пожалуйста, я уже тут пятый год. Дети тут потыкаются, ходят. Что за асфальт, сколько тут асфальта надо. Вот обещают у всех. Он должен то, что люди с ним говорили, что он обещал, то должен не делать. Наша общая победа в борьбе за возврат пенсии говорит сама за себя. С 1 ноября выплаты составляют вновь 100%. Считает недопустимым ставить себе в заслугу благоустройство домов и дворов, выполняемое за счет бюджетных средств. Задачу настоящего депутата видит в постоянной, а не разовой помощи. В этом году не видела. В прошлом году в Шелезово дворе. После того, как были выборы, у нас мы не встречались. Да, немножко не всегда получается, сразу решают наши проблемы, но мы люди ждем. Я не вижу его так часто, но когда вижу, на улице разговариваем. То, что нам обещали, нам не сделали. То, что нам, допустим, обещали. Раз он избранник народа, он должен помогать народу, решать его насущные проблемы. Ничего они не делают. Во дворе как были ямы и канавы, так они и есть. Когда хочешь идти на престол, обещай Золотые горы. А потом еще, до свидания, вы мне, извините, до одного места. Вот он не приходит. Никогда. Дороги, видите, не ремонтированы. Как у Верховной прошел. И не встречался, может, где-то, но у нас нет. Он был, да, перед тем, перед выбором он был. На встречу с нами, с людьми здесь. Перед выборами обещают очень много, но нету результата, не видим никаких продвижений. Такой депутат не будет протирать штаны в теплом кресле, а сможет требовать и добиваться от власти необходимых решений. Принесет больше пользы каждому из нас. За время работы шестого созыва Александр Коршунов выступил с двумя законодательными инициативами. Еще 14 он разработал в соавторстве с другими депутатами. У нас много сейчас детей заканчивают школу. Они просто бегают по улице, какие-нибудь детские площадки, ну, чтобы занятые были. Крошки по территории. Вот тротуар поломанный полностью, как идешь по Ленинградской сторону 16-этажки. Он должен то, что люди с ним говорили, что он обещал, то должен не делать. Чтобы улучшить пенсионерам жизнь. Вот самое главное. Чтобы пенсионеры жили в достатках.